здравствуйте дорогие друзья мак тиви телевидение для вас мы очень рады вас приветствовать замечательно что вы у нас с первых минут смотрите нашу передачу теперь так мы транслируем на маг канале на ютюбе на фейсбуке начинает саша козлов пожалуйста саш что пишет сегодня пресса да мы все в преддверии нового года оглядываемся назад смотрим вперед какой период интересный когда подводятся итоги давайте вместе об этом сегодня поразмышляем ну и давайте немножечко посмотрим да что нас ждет какие итоги мы подводим в этом за этот проходящий год как мы видим ну однозначно совершенно мы понимаем с вами что год не самый лучший в нашей жизни мы это называем системным кризисом да и понимаем что надо как-то из него выходить и вот сейчас многие многие эксперты оценивают ситуацию сравнивают этот кризис что мы в него фактически вошли он пандемия подтолкнула как бы назревшие проблемы которые уже накопились они сейчас вы проявляются в виде кризиса системного то есть совершенно в разных областях финансах в экономике в социальной сфере безработицы в инфляции в снижении спроса ну в общем во многих многих явлениях которые у нас сейчас происходят на наших глазах все мы в них участвуем нет сейчас ни одного человека в мире который мог бы сказать что это меня не касается да вот но из про сравнивают эксперты кризис с великой депрессии тридцатых годов и с великой рецессии которая была у нас в 2008 2010 году и даже многие сравнивают этот кризис с последствия его с мировой войной то есть войны на самом деле у нас нет это очень хорошо но последствия на самом деле они очень и очень ну по сопоставимы по своему значению вот и наше общество в каждом государстве по-своему этот вопрос решается но в целом стоит перед выбором что спасать в первую очередь когда вот так все валится из рук сохранять ли экономику сохранять ли человеческие жизни и вот в этой дилемме многие страны по-разному поступают допустим вот и мы видим как китай сингапур южная корея австралия принимает самые жесткие меры по пресечению кризиса пандемии закрывали свои страны жесточайшим образом и сейчас принимают жесткие меры и вот ну как бы они посчитали что важнее быстро подавить саму пандемию потом уже как-то разбираться с экономикой есть страны которые наоборот ну так сказать не очень мягкие паса мягкие меры принимали и принимают по отношению к этой пандемии есть те которые какой-то выбирают сочетание с возможности да такие как сейчас вот европейские страны балансировать между тем чтобы что-то закрыть что-то открыть многие страны короче каждый ищет свой путь в результате на самом деле нет хороших решений а любое из решения но одно является плохим другое менее плохим но в общем то мы видим что выводы в любом случае такие которые не радуют вот что что собственно говоря происходит какие можно сделать выводы да что в результате хотим мы этого или нет но кризис подтолкнул мир к венеционной структурной перестройки экономики да то есть фактически как бы мобилизуется экономика на самые главные задачи и государство очень активно вмешивается в эти экономические процессы что еще важно что идут как бы оценка такая то ли эти инновации которые сейчас целом происходит они носят постоянный и долговременный характер только или временный и приходящий да вот все оценивают по этому фактору по этому критерию как бы ситуацию насколько вот изменяется система управления жизни в обществе да насколько государство вмешивается в эти процессы понимаете однозначно что в центре внимания на центр внимания переносится такие отрасли как здравоохранение информационные технологии вот государственные резервы и если раньше создание государственных резервов в основном это касалось продовольствия и допустим снабжение армии то на сегодня это очень важный момент что сама сама система здравоохранения устойчивая система здравоохранения она является фактически основой резерва государства то есть насколько есть мобилизационные возможности по госпитализации по лечению показанию первой помощи скорой помощи лекарственное обеспечение то есть вот эти вопросы выплывает и кстати кризис как бы проверяет на устойчивость общества в каждом каждом регионе в каждой стране затем что еще отмечается что усиливается роль высокотехнологичных компаний сектор трансформируется сектор услуг переходит на дистанционная так сказать форма обслуживания и торговли образования и совещания различные конференции стало меньше командировок меньше поездок и оказалось что мир совершенно спокойно к этому относятся и не надо так много ездить нам всем идет процесс диджитализации то есть фактически все ну такая цифровая экономика врывается в нашу жизнь все вокруг как бы идентифицируются всех считают всех создают всем коды чипы различные значит метки узнают людей по лицам по пальцам по по глазам по разным разным по голосу по разным совершенно критериям то есть ну как бы государство усиливает как бы свою потребность иметь информацию о каждом гражданине ну естественно что и социальное неравенство усиливается в мире очень сильно это как тенденция и соответственно мы смотрим как это будет продолжаться в следующем году вот понятно что очень сильно возрастает роль государства во всех сферах жизни и государство получает как бы рычаг дополнительные чтобы усилить свое влияние в том числе вмешиваются в личную жизнь граждан естественно ограничивать перемещение и так далее то есть очень много таких но мерками которые бы общество наверняка не соглашалась если бы не было этой пандемии кризиса вот но еще такие парадоксы если раньше мир уже считался глобальным и вы как-то все утверждали о том что но невозможно жить в одиночку существовать как бы независимо от других то сейчас многие страны закрывают свои экономики отгораживаться других в роде протекционистские меры и примеряет к себе модели экономики где страны находятся в замкнутом пространстве и соответственно этому и мобилизует свои ресурсы продовольственные энергетические другие вот даже информационные ресурсы локализуются в разных странах и регионах то есть это такой интересный процесс который раньше трудно было себе допустить ну и что еще можно сказать конечно если говорить о сферах занятости сферах экономики то отмечается хуже всего и больше всего страдают такие сферы как гостиничный ресторанный бизнес а он расположен в основном крупных городах и в развитых странах соответственно и влияние такое негативное все что связано с услугами переводится услуги на дистанционную форму и то что люди конечно стали меньше ходить по магазинам по выставкам по различным мероприятиям которые просто ну вот мама свои мероприятия естественно зрелищные мероприятия страдают культурные мероприятия спортивные то есть мы видим такие вот явления причем они скорее всего имеют но такой еще тенденцию продолжаться в этом году двадцать первым по всей видимости это будет продолжаться вот что еще отмечается какие тенденции это очень большое внимание уделяется кибернетической безопасности то есть защите своей информации поскольку мир переходит на на цифровую такую форму и на виртуальную форму взаимодействия во всех сферах жизни естественно надо защищать свои базы информационные и есть уже много примеров вмешательства или подозрений в том что вмешиваются значит в жизнь значит компании государством и так далее очень интересно что вот связи с локализацией и попытками обеспечить самостоятельно потребности населения вводятся и активно ведутся исследования по альтернативным продуктам питания по альтернативному протеину по искусственно выращенному мясу рыбе растениям вот всякие технологии то есть заменяются естественное питание различными такими суррогатами но который можно производить своей стране соответственно люди к этому более терпимо относятся понимая что необходимо как-то попытаться выживать сложных условиях если появятся проблемы с продовольственным снабжением связи с обострением отношений с другими странами в общем мы видим с вами что тенденции очень много таких новых не из непонятных для нас ответы пока что трудно нам всем давать мы просто понимаем что мы входим такое совершенно новое изменение наши от наших тел отношений которые которые жизнь меняется ну просто до неузнаваемости во многих наших таких направлениях этой жизни многих сферах и мне кажется что вопросов у нас больше чем ответов все мы находимся в поиске все как-то знаете немножечко встрепенулись больше интересуются информации поскольку кризис касается всех он носит глобальный характер и это с одной стороны ну как бы нас немножечко огорчает понятно и многие даже находятся в унынии а с другой стороны мы с вами понимаем что он является предпосылкой этот кризис нового совершенно стиля жизни новых ценностей новых подходов каких-то поэтому нам с вами мне кажется не стоит грустить и печалиться нужно просто смотреть смело в будущее и моделировать это будущее именно в направлении новых отношений между людьми и ценностей которые бы позволили выйти из кризиса обновленными ну таким знаете оптимизмом хорошим и с пониманием модели будущего вот собственно мы это этим и занимаемся на нашем канале международной академии кабалы в нашем проекте маг т.в. и с помощью наших участников и наших зрителей моделируем новое будущее саша у тебя было как новогоднее обращение с надеждой смотреть новый 2021 год я очень надеюсь что мы подхватим это это обращение по-настоящему посмотрим что нам надо изменить чтобы год был замечательный а а Субтитры создавал DimaTorzok